ух ты и снова я александр кривола печене ребята я на печенежском водохранилище печенежское водохранилище или же салтовское море его все знают это большое водохранилище в харьковской области которые расположены на реке северской донец чтобы построить наше печеневское водохранилище было уничтожено около тысячи домов и сельскохозяйственных угодий водохранилище было построено за четыре года с 1958 по 1962 год с целью снабжать город харьков пресной водой и как оказалось место было выбрано идеально моторная лодка идет по водохранилище берега не требовались укреплений а грунта а грунт отлично удерживает воду правый берег водохранилище самой высокой и обрывистой я сейчас стою ребята на правом берегу на высоте еще не еще можно подняться еще можно подняться и ступеньки пошли на гору вот туда можно поднять это самая высокая гора правый правого берега на этом правом берегу растет дубовый лес мы подойдем пойдем этот другой сниму двое видео на и подойдем дубовому лесу левый берег водохранилище печеневского водохранилище или салтавского моря в основном пологий и низкий на нем растет сосновый лес когда строилось водохранилище было высажено 800 сосен было высажено печеневское водохранилище принадлежит бассейну северский донец сооруженная плотина имеет длину плотина идет трасса по плотине имеет длину две телы 2,7 километра площадь водоема восемьдесят шесть и два десятых квадратных километра русло северского донца было перекрыто 13 апреля 1963 года заполнение печеневское водохранилище салтовского или же салтовского моря происходило ступенчато 1963 1964 годах объем печеневского водохранилище или салтовского моря как все знают составляет около 400 миллионов кубов кубометров воды площадь вось площадь водного зеркала 9 и 4000 гектаров общем общая длина печеневского водохранилище 75 километров ширина от 300 от 300 метров до трех километров максимальная ширина 4 километра печенежского водохранилища у села марта в там ширина 4 километра глубина печенежского или салтовского моря составляет минимальная 2 и 5 метра максимальная около 20 метров глубина самый распространенный отдых на печенежском водохранилище или салтовском море это рыбалка водоемах печенежского водохранилище обитает более 30 самых разновидных рыб это такое такие как плотва ясь щука сом лень судак окунь лещ карась короб и так далее рыбаков в этих краях на печенежском водохранилище можно встретить как летом так и зимой на берегах нашего водохранилище масло можно насладиться сбором грибов сосну в черном лес в лесу опенок сосновом лесу со стороны марта в белый гриб белый грибин маслята на берегах наше водохранилище можно хорошо отдохнуть семьей и друзьями пожарить шашлычок поиграть игры главное на природе ребята пожалуйста убирайте за собой мусор не оставляйте на нашим печенежском водохранилище мусор пожалуйста следите за собой отдохнули сложили все кулечки мешочки и увезли с собой не надо ложить мусор на нашем печенежском водохранилище ну что пойдемте пошли к морю пройдем по ступенечкам вниз видим люди отдыхают наверно мы мешать не будем ребят мешать не будем людям отдых туда пошло наше печенежское водохранилище лодочка пошла лодочка . шла сюда когда идет выпускной в школах школьники приходят сюда встречать зорьку вот на это место ребят с этого места откуда я снимал школьники встречают зорьку это так было заведено в школе печенежской школе красивый печенежское водохранилище или же салтовское море советское время здесь на печенежском водохранилище были много баз отдыха государственных сейчас в основном частные базы отдыха со стороны на левом берегу там в основном дачи возле берега вся территория поделена это это еще страна со стороны черного леса еще никто не выкупил а может быть то я знаю печенежское водохранилище или же салтовское море ну все ребята всем пока пока до скорого с вами был александр кривого печенеги пока пока ребята печенежское водохранилище